всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я родился и до 17 лет рос в татарии которая позже стала республикой татарстан поселок этот маленький получил статус города так вот почему-то в кулинариях из татарских национальных блюд можно было купить исключительно и чпачмаки и перемячи все другого не было перемячи это считает тот же самый белеш только сверху отверстие небольшое есть а чпачмак этот пирожок треугольной формы в начинке там картошка лук говядина и я не понимаю почему выбор только этим и ограничивался хотя в той же самой казани в то же самое время продавались и бренгетекасе и вакбеляши и элеши странно короче так вот вспомнились мне те элеши из казани и захотелось мне их приготовить они очень вкусные приступим начну с теста в буку надо добавить немного пищевой соды и старательно размешать равномерного распределения а в кепир положу соль яйца и хорошенько перемешать чтобы соль растворилась отлично теперь эту смесь добавляю в муку и вымешиваю сначала вилочкой когда вся мука уложнится добавляю размягченное сливочное масло и продолжаю процесс долго месить не надо 5-7 минут и достаточно более того вам скажу если будете месить хотя бы 15 минут то тесто испортите потому что за 10-12 минут глютен в тесте набухнет и дальше начнет образовывать глютеновый каркас то есть тесто станет такое эластичное тянущиеся плотное достаточно а нам в элешах нужно получить тесто которое будет ломким слегка похожим на песочное ну вот так вот достаточно пусть полежит подождет пока я с начинкой разберусь давляющее большинство начинок в тонарских пирожках представляют у себя смесь картошки лука мясо либо риса лука мясо сегодняшние леши будут из картошки лука и курятины это у меня бедра с отделенными костями и без шкуры обязательно довольно мелкими кусочками причем важная деталь для того чтобы начинка была действительно вкусной картошки и лука должно быть много а мясо мало такая вот хитрость и второй важный момент чем мельче вы режете картошку и лук тем вкуснее у вас все получится не ленитесь теперь все смешать приправить и можно лепить пирожки соль черный перец лавровый лист духовку уже можно греть 200 градусов верхний нижний нагрев приступим тут все просто кусочек теста делю его на две неравные части и раскатываю не тонко на большую часть начинку меньше лепешкой накрываю не леплю иногда верхней части проделывают отверстие как взор балише то есть в большом балише и закрывают это отверстие эдакой пробкой из теста это делается для того чтобы во время приготовления пробочку можно было вынуть подлить бульона для сочности пробочка закрыть обратно все если вы начинку лук не пожалеете никакого бульона в процессе добавлять не понадобится и будет только лучше лук и так даст море сока будет просто фантастика все отправляю в духовку время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от размеров пирожков которые вы налепили в моем случае это займет минут сорок-сорок пять вы не представляете какие ароматы состоят на кухне просто супер обожаю эту выпечку вот сочетание от такого теста на кефире или на сметане содового рассыпчатого с картошкой и мясом с луком большим дает очень классный аромат от него вот у меня например просто кружится голова дайте попробовать они уже немножко остыли обожаю обожаю нежнейшая рассыпающая картошка очень сочная начинка посмотрите просто супер просто супер приготовьте вы не пожалеете обожаю татарскую кухню огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока ну